Ну что, ребята, наконец-таки мы дождались выхода отечественной игры от якутской студии Fantastic, игры под названием The Day Before. Мало кто вообще видел в релиз этой игры, потому что, напомню, было множество скандалов, связанных с этой игрой, что по итогу и с названием какие-то были проблемы, и с трейлерами, и в целом было множество обвинений касаемо того, что игра сделана из банальных ассетов, и вообще она никому не нужна и не выстрелит. И вот, буквально, мы сейчас вот немножечко поиграли и подготовили для вас первое мнение, как раз-таки, знаете, наше впечатление от того, что мы по итогу увидели. Поехали! Признаюсь честно, я, конечно же, может быть, идиот, каюсь, но когда я смотрел трейлер этой игры, я такой думал, вау, классно, наши ребята делают что-то похожее на The Division и The Last of Us, вот, мы тут можем каким-то сюжетом, да, поиграться, и вообще, в целом, будет интересно узнать, а что это по итогу за мир такой будет. А по итогу, когда уже и сам релиз состоялся, я такой хопа, и узнал, что это экстракшн-шутеры типа тематики ММО, и из ближайшего такого аналога, это, опять же-таки, тот же самый DayZ или же Escape from Tarkov. И основная концепция игры заключается в том, что вот нас высаживают в город, и мы должны максимально много всякого хабара собрать, чтобы когда вот мы смогли эвакуироваться с локации, потом продавать торгашу в хабе, зарабатывая тем самым деньги, и потом это конвертируем в более крутые пушки, во всякие там модификации и так далее. Это как у нас по итогу все должно было быть на бумаге. При этом мы, получается, должны были бы сражаться в ПВЕ с зомби, и при этом также другие выжившие могли бы нам мешать, то бишь и здесь также есть какой-то ПВП элемент. На деле оказалось все немножечко более трагично, по причине того, что вот честно могу вам сказать, я вот сколько вот наиграл буквально три часа, и знаете, какое-то вот небольшое разочарование, потому что, по сути, это даже, знаете, как экстракшн-шутер, где вот основа все-таки какого-то лутания не особо интересно сделана, по причине того, что вот вроде, казалось бы, город большой, а ты вот бегаешь, и вообще ровным счетом ничего не происходит. Километр влево, в километр вправо, зомби, может быть, там раз в пять минут на вас выскочит, какой-то ящик, какой-то рюкзак лежит, может быть, каждый метров сто, огромные здания, в которые вы не можете войти, огромное количество домов, в которые вы не можете войти, и получается, вся соль заключается в том, что вы можете лутать только те зоны, которые заранее были под это сделаны. У вас есть, получается, карта, на которой отмечены вот эти самые зоны, и вы должны, если вы хотите нормально лутаться, как раз-таки бежать и их лутать. Именно там уже будет какая-то концентрация, получается, всяких этих зомби, но вся основная проблема как раз-таки заключается в том, что вот между этими зонами интереса нет абсолютно ничего. И ты вот бежишь, стреляешь от их зомби, зомби это вообще стрельба, как здесь реализована. Я честно признаюсь, опять же, это типа первое мнение, я не увидел здесь вообще никаких, вот знаете, адекватных реакций от зомби, когда вы по ним стреляете. И зомби здесь представляют собой каких-то, знаете, болванчиков прямо из самых каких-то трэшовых инди-игр, потому что вот ты стреляешь, он что-то там сделал, ты такой стреляешь, он опять... И по итогу то оружие, которое у меня было в самом начале, это было вообще какое-то отвратительное оружие, и по итогу после того, как меня выкинуло из игры, потому что игра у меня крашилась, я перезашел в игру, у меня случилась такая ситуация, то что я уже огромное количество всякого фигни налутал, пришел уже в зону якобы задания, потом меня выкидывает из игры, я перезахожу в игру, вокруг меня тонну зомби, у меня никакого оружия, ни аптечки, ничего, они меня загрызают, и все, что делать дальше, я не знал. И после этой ситуации я как раз-таки себе просто купил одноствольное оружие, одно зарядное, и как раз-таки оно достаточно интересно стреляет, потому что оно ваншотает в голову. Но из-за того, что мне пришлось подключаться уже к серверам Америки, а не к Европе, потому что в Европе все серверы были заняты, и мне пришлось как раз-таки играть через Америку, но, естественно, из-за этого появился дилей. И еще более комично все это выглядело, что я стреляю, зомби умирает через секунду после моего выстрела. Более-менее пытаются разработчики здесь поддерживать интерес как раз-таки игроков в том, что мы должны будем типа бегать по заданиям, но задания здесь тоже достаточно простые, мы просто должны найти определенного рода товар, который необходим для этой общины в бункере, который вот у нас спас, грубо говоря, в самом начале. И все, нам отмечается какая-то зона задания в желтом, но по итогу где эта вещь будет лежать, непонятно. Второй момент, который меня прям очень сильно разозлил в этой игре, это то, что здесь очень неудобно лутать ящики. Мне приходилось буквально подходить, крутить камеры, чтобы вот рассмотреть ту самую позицию, в которой по итогу я бы мог этот ящик залутать. Это неприятно, это тратит огромное количество времени, особенно когда ты вот хочешь залутать рюкзак, ты слышишь, что на тебя бежит зомби, ты по итогу вроде как пытаешься прицелиться, чтобы этот рюкзак залутать, по итогу ты плюешь на это дело, разворачиваешься, убиваешь зомби, чтобы потом залутать этот обратно рюкзак. Из интересных особенностей я могу отметить то, что здесь прикольный хаб, то есть у нас здесь есть всякие бары, сауны, тренажерные залы. Для чего это нужно? Потому что здесь есть такая механика, которая заключается в том, что чем больше мы что-то делаем, тем сильнее этот навык развивается, тем быстрее мы как раз-таки либо сможем поднимать своих напарников, вылечивать свои раны, если мы используем бинты, или же если мы, например, часто носим тяжелый рюкзак, то у нас прокачивается выносливость. Это прикольно, и как раз-таки в хабе есть тренажерный зал, чтобы мы еще могли прокачивать нашу выносливость. Плюс есть сауна, которая восстанавливает здоровье, и в хранилище, где мы можем, получается, оставлять наши вещи, чтобы мы не боялись потерять вещи, когда вот мы, например, бежим обратно в этот самый хаб. Плюс у нас здесь есть как раз-таки торговец оружия, которое продает оружие, бронежилеты, каски и так далее. И самое главное, что на оружии мы можем навешивать модификации на верстаке, и таким образом мы как раз-таки можем еще сильнее, круче себя прокачивать. Также здесь из прикольного есть так называемая дача. Сразу видно, что это делал наш отечественный производитель, потому что, ну, я думаю, что культура дачи на Западе не особо развита, как это сделано у нас. Поэтому здесь у нас есть якобы загородный участок, на который мы можем тратить те деньги, которые мы зарабатываем из этих самых вылазок. Плюс, как я понял, здесь есть еще автотранспорт, только я не совсем понимаю, где его можно будет здесь использовать. Потому что здесь все улицы утыканы всяким непотребством, и лавируют на машине, я думаю, это будет не совсем удобно. А если по итогу тебя еще и убьют в этой самом машине, и твою машину заберут, я думаю, это будет совсем уж печально. Но опять же таки, как я повторюсь, до машины я уж точно дойти еще бы не успел. Будет интересно посмотреть, как это будет в итоге реализовано. Закругляя всю идею геймплея, я считаю то, что глобально, глобально, из этого может получиться что-то интересное. Но на данный момент, что стрельба, что само по себе лутание, выглядит крайне топорно. Анимации всех тел зомбаков и ваши выглядят топорно. И даже когда вы пытаетесь куда-то забраться, вы, получается, просто тупо можете прыгнуть, никаких зацепов, ничего такого тут нет. И из минусов также, вы не можете лутать абсолютно все, что вы хотите, потому что здесь все крайне ограничено в этом плане. Что касается графики, потому что основным, скажем так, геймсейлером этой игры все-таки была графика и атмосфера выживания. Я скажу так, у нас вот с Лешей в этом плане мнения разделились. Когда вот он подошел, сказал, нет, слушай, ну все-таки здесь не такая уж и плохая графика. Я все-таки считаю, что у меня изначально, когда я зашел в эту игру, у меня стояли типа фантастические настройки. Но, естественно, у меня не такой мощный компьютер. У меня сейчас очень, ну, средне-слабый, скажем так, компьютер. Поэтому здесь то, что вот он такие настройки выставил, это вполне комично выглядело. Но по итогу, получается, графика в таких условиях была плюс-минус нормальной. Но я, чтобы повысить себе количество FPS в городе, все-таки снизил до средних, картинка стала совсем уж отвратной. Я начал все-таки эти ползунки туда-сюда крутить. И во что-то более-менее адекватное я как раз-таки смог привести. Но я считаю, тому результат, которому я все-таки по итогу привел, это уровень графики The Division I. Даже не второго. Леша Саны в этом плане не согласен. Но мне кажется, что в совокупности как раз-таки, что графики, что анимации тел, все это выглядит немножечко топорно. Но, повторюсь, мне кажется, что если все здесь допилить, может получиться конфетка и в плане графическом. Очень порадовало наличие русской озвучки. Причем голоса подобраны качественно. Поэтому в этом плане тоже спасибо отличному производителю. Из музыкального сопровождения ничего прям какого-то сверхинтересного я не услышал. Что касается багов, лагов и всякого такого, ребят, забейте. Тут вообще пока, ну не знаю, мне кажется, месяц можно не играть, потому что пока сервера допилят. Пока поймут, что как и надо им делать. Потому что сейчас у меня и зомби застревали во мне, и зомби застревали в машинах, и какой-то игрок с огромной башкой у меня бегал по этому самому хабу. Проблем технического характера здесь просто вагон и маленькая тележка. Поэтому разработчикам нужно работать, работать и еще раз поработать. Что я могу сказать по итогу? Мое первое впечатление такое, что из этого может получиться что-то интересное. Не хочется хранить проект прямо с самого старта, но тем не менее, когда ты платишь 1300 рублей, да, понятное дело, что на данный момент это уже не какие-то такие большие деньги, но все равно, когда, знаете, были такие сочные трейлеры, когда вот были какие-то завышенные ожидания, получая по итогу вот настолько недоработанный продукт, повторюсь, не особо приятно. От меня на данный момент, вот в данном конкретном случае, в конкретно данной ситуации, 6 баллов из 10. Знаете, это еще вот с таким запасом. Мне кажется, что если добавят контент, все-таки сделают что-то более интересное в плане, как раз-таки вот моментов, когда вы перебегаете из одной точки интереса в другую, может получиться хорошая игра. Но пока я бы не советовал бы покупать эту игру, ну, как минимум еще месяц-сочек, хотя бы, чтобы технические проблемы все порешали. Ну, а на этом, дорогие друзья, все. Всем большое спасибо за просмотр данного видеообзора. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и пишите свои комментарии, как вам по итогу The Day Before. Успели ли вы в него поиграть? И помните, у нас.